Всем привет! Сегодня приготовим домашний шоколад. Для этого возьмем какао-порошок, сливки, у меня виппенки, орехи, в рецепте вообще грецкие, но я люблю пекан, у меня пекан есть, я поэтому возьму пекан, свинамон или корица, изюм и сливочное масло. Также при рецепте нужен ванильный сахар, но у меня ванильного сахара нет, просто есть ваниль, поэтому я добавлю чуть-чуть ванили. Также мне нужна сахарная пудра, которая у меня не оказалась, поэтому я просто измельчаю сахар в кофемолке. Вот такая вот пудра у меня получилась. Итак, берем сливки, я возьму 25 мл, выливаю их в кастрюльку, добавляю туда чуть-чуть ванили, потому что это не ванильный сахар, добавляю 1 столовую ложку сахарной пудры, беру изюм, изюм обычно по вкусу, но я немножечко его залью горячей водой, чтобы он чуть-чуть стал помягче. 25 г сливочного масла. Сливки подогреваем, но не даем закипеть. Теперь добавляем сливочное масло сюда, даем растаять. Добавляем в кастрюлю немножечко корицы. И теперь выливаем эту смесь в какао-порошок. 50 г какао-порошка из-за. Все перемешиваем, чтобы не было комочков, очень аккуратненько. Чтобы была абсолютно однородная масса, все комочки растираем. И так как у меня сейчас эта смесь загустела практически, мне надо добавить туда еще орехи и изюм. Я ставлю на водяную баню кипящую воду, пока она еще не закипела. И потом добавлю изюма и орехи и все перемешаю. Воду сливаем из изюма. Немножечко обсушиваем на салфеточке, чтобы ушла лишняя влага. Конечно, это очень маленькая порция, я просто делаю половинную порцию, потому что у меня какао было недостаточно для полной порции. И я все делаю в половинном размере. А вы можете увеличить настолько, насколько вам нужно. Готовую массу я собираюсь разложить вот в эти формочки. Если у меня будет достаточно, это формочка для льда. Она такая гибкая. А можно выложить просто на доску или на блюдечко, для якастить и потом порезать или поломать. Так, я добавляю орешки порезанные мелко. Буквально 5-6 грамм. Добавляю изюм. Тоже щипу, потому что маленькая порция. Все хорошо перемешиваю и вкладываю. В общем, масса такая, как пластилин. Я ее так помазываю в эти формы. Желательно, чтобы они были полные. Полученной массы у меня хватило на столько формочек. Я даю остыть и поставлю ненадолго в холодильник до полного остывания и застывания шоколадной массы. И вот я освободила из формочки эти конфетки, шоколадки, которые у меня так получились, застыли хорошо. Вот так они смотрятся внутри. Вот такие конфетки. Полезные детишкам шоколадки. Приятного аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok